Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 12 сентября. Преподобный Афанасий Серпуховский в миру Андрей родился в Абоневской Пятине, в семье священника Афксентия и его супруги Марии. С молоду склонной к молитвенному самоуглублению и отвержению от мира, он искал достойного наставника в иноческом делании. В это время слава о подвигах преподобного Авы Сергия Радонежского распространялась уже по всей Руси. Обитель живоначальной Троицы, Намаковцы, сделалась для всех светильником и образцом монастырского устроения. Здесь в иноческом общежитии преодолевалась ненавистная рознь мира сего. Созидалось единство Духа в союзе любви по образу самой Божественной Троицы к Аве Сергию к Троице Намаковце и направил свои стопы в поисках духовного совершенства юноша Андрей из дальних новгородских пределов. Нареченный в иночестве Афанасий в честь святого Афанасия Великого, ученика из писателя жития Авы Антония Великого, начальника египетского монашества, Авы Афанасий стал достойным учеником великого игумена Сергия, отца и учителя русского монашества. Ученики преподобного Сергия, кроме обычных иноческих послушаний, получали благословение святого Авы на особенные церковные служения, книга писания, иконопись, храмостроительство. Это было подлинное воцерковление жизни, внесение в нее всей церковной красоты и поэзии, литургическое преображение Божьего мира. Излюбленным послушанием, которое возложил на себя Ауа Афанасий, была книга писания. Святые книги ставились отцами наравне со святыми иконами, как важнейший вещественный носитель церковной идеи, богословия и литургического творчества. Школа преподобного Сергия, открывшая русской и вселенской церкви целой области богословского опытного ведения о Святой Троице, особенно тесно связана с расцветом церковной книжности, с необходимостью взаимного обогащения русской церкви творениями церкви византийской, а богословов в Византии глубоким духовным опытом русских подвижников. В 1374 году, когда князь Серпуховский Владимир Андреевич Храбрый, сподвижник Дмитрия Донского, обратился к преподобному Сергию с просьбой основать монастырь в его вотчине, а во Сергий пришел в Серпухов со своим любимым учеником Афанасием и заложил монастырь в зачатие при Святой Богородице. Благословил преподобного Афанасия быть его строителем, а затем игуменом. Обитель Святого Афанасия была воздвигнута возле города Серпухова на высоком берегу реки Нарва. Ее называли поэтому «обители на Высоком» или «высоцкой». Отсюда и прозвание, с которым вошел в историю русской церкви ее основатель и первый игумен преподобный Афанасий Высоцкий. Ава Афанасий ревностно принялся за благоустроение звери на ему обители. Многие русские подвижники прошли здесь, на высоком, высокую школу иночества. По учению Ава Афанасия, сохраненному для нас Петифанием Премудрым, быть иноком – нелегкое дело. Обязанность иноков в том состоит, чтобы бдеть в молитве и в божественном поучении до полуночи, а иногда и всю ночь, ничего не есть, кроме хлеба и воды, и то с умеренностью. Масла же и вина вовсе не употреблять. По словам угодника Божия, многие приходили к нему в обитель на высоком, но потом обленились и, нестерпев трудности постнического воздержания, убежали. Тем выше было иноческое достоинство оставшихся со святым Аввой подвижников. Потому-то в обитель к своему ученику-испостнику Афанасию богоносный Авва Сергий Радонически направил для пострижения и наставления в иноческом подвиге своего будущего преемника преподобного Никона. Преподобный Афанасий учил его. Иноки называются добровольными мучениками. Святые мученики многие в один час пострадали и скончались. А иноки каждый день терпят страдания не от мучителей, но внутри от собственной плоти и от врагов мысленных. Бывают боримы и до последнего дыхания страдают. В 1478 году, после кончины святителя Алексия, митрополита Московского, прибыл в Москву новый митрополит-святитель Киприян. Но великий князь Дмитрий Донской, который хотел поставить митрополитом своего духовника и сподвижника Михаила Митяя, не принял митрополита Киприяна и выгнал его из Москвы. Святитель оказался в трудном положении, но он нашел поддержку и сочувствие у столпов русского иночества преподобных Сергия Радоннического и Афанасия Высоцкого. Они с самого начала видели каноническую правоту митрополита в его споре с великим князем и поддерживали его в длительной борьбе за восстановление канонического порядка и единства в русской церкви. Святителю Киприяну пришлось в эти годы несколько раз съездить к Константинопольскому патриарху для участия в соборных решениях по управлению русской церковью. В одной из этих поездок по благословению святого Авы Сергия отправился в Константинополь с митрополитом и его друг преподобный Афанасий Высоцкий, оставив игуменом в Высоцкой обители своего ученика преподобного Афанасия-младшего . В Константинополе преподобный Афанасий поселился в обители святого предтечи и крестителя Господня Иоанна, где приобрел себе келью и жил с несколькими пришедшими с ним учениками, занимаясь молитвой, богословием, списанием книг. Около двадцати лет прожил преподобный в столице тогдашней церковной образованности в неустанных трудах по переводу с греческого языка и переписыванию церковных книг, которые он отправлял затем на Русь, передавая русской церкви не только наследие великой православной мысли, но и традиции константинопольских книгописных мастерских, их изысканной графикой, искусством книжной миниатюры, действенной гармонией содержания и формы. Постоянная творческая связь установилась между книгописной мастерской и иконописной школой Высоцкого монастыря в Черпухове. Не случайно именно Высоцкую обитель направил преподобный игумен Никон будущего великого иконописца преподобного Андрея Рублева, как когда-то богоносный Авва Сергий направил его самого в ту же обитель для духовного созревания и проникновения в возрождающем и преображающем духом истинной церковной красоты. В этом священном служении церковной красоты, в непрерывном литургическом действии во славу живоначальной Троице, возрастал и укреплялся живоносный гений преподобного Андрея, которого бог предназначил для великого зрительного притворения богословских и литургических заветов преподобного Сергия в бессмертной чудотворной иконе Пресвятой Троицы для иконостаса Троицкого собора. В иконописном творчестве преподобного Андрея Рублева, так же как в храмостроительном делании преподобного игумена Никона и во географических творениях Эпифания Премудрого, нашли воплощение и синтез лучшие традиции византийского и русского церковного искусства. Этому творческому синтезу и служил всю свою жизнь преподобный Афанасий Высоцкий. Живя в Константинополе, он продолжал трудиться для русской церкви, для своей Родины. В одну только Высоцкую обитель было им прислано десять икон лучшего греческого письма. Им и его учениками были переведены на славянский язык и переписаны четыре сотницы глав преподобного Максима Исповедника, главы Марка о церковных службах, слова преподобного Симеона Нового Богослова. В 1401 году, уже перед самой кончиной, маститый старец переписал, а возможно, и сам перевел церковный устав, распространившийся в русской церкви под названием Око церковное. В непрерывных книжных трудах прошла жизнь преподобного Афанасия. Он скончался в Константинополе в глубокой старости в 1401 году или позже этого времени. Русские летописцы запомнили его как старца добродетельного, учительного, знающего Священное Писание, о чем поныне свидетельствует Писание. Его житие было написано в 1697 году еромонахом Московского чудового монастыря Корионом Истоминым. О преемнике в ученике преподобного Афанасия, блаженном Афанасии, известно, что он успешно направлял духовную жизнь братья и подавал пример своей богоугодной жизнью. Почил святой Афанасий младший после долгой болезни 12 сентября 1395 года. В древних рукописных святах о нем сказано преподобный Афанасий, игумен Высоцкого Зачатевского монастыря, уже в Серпухове новый чудотворец, представился в лето 6904 1395, 12 день сентября. Ученик преподобного Афанасия, дивного ученика преподобного Сергия, что после был в Царьграде и тамо приставися. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok